Здравствуйте дорогие друзья! Только-только у нас закончился великолепный Хайлул и Шаббат в городе Бершева. Мы его отмечали с чудесной общиной, много людей, очень здорово. И все, еврейский календарь привел нас в главу Ницавим, которая читается всегда перед Рошана, в субботу перед Рошана всегда Ницавим. И это абсолютно не случайно. Рошана Всевышний судит весь мир. Такова суть этого дня. Однако, верша свой суд, творец ждет от нас, от всех, чтобы какие-то шаги делали, слушали его. Он подталкивает нас к выпрямлению, к исправлению. Называется это, он хочет, чтобы мы испрямили жизненный путь свой. И материализованное, кстати, проявление этого желания Всевышнего, это то, что в этом месте всегда вступят в шафар, в ранний рок. Это не просто обычай, это заповедь Торы, а что означает слово шафар? В буквальном переводе инструмент для испрямления, выпрямляющий путь. То есть, человек, который слушает шафара, это ему легче. Жизненный путь любого человека, это зигзаг. Больше или в меньшей степени. Это результат какого-то все время противоборства, злого, доброго начала, попыток подчинить мир себе или себя миру. Все, мы боремся. Поэтому надо понимать, еще недели нас призовут на Великий суд. У нас есть еще 7 дней, чтобы подчиниться, покориться, 8, 10 там. Написано, и обрежет Бог твое сердце. В предыдущем разделе мы читаем о бедах, которые предназначены, чтобы разбудить нас. Знаете, рабе Аврааму Коину в Тунисе пришел человек и спросил, Рэбе, в последнее время на меня обрушивают много несчастья, почему делает Бог так плохо? И тот ему сказал, смотри, расскажи тебе случай. Один деревенский житель приехал к штаницу Туниса и сказали ему сядь в поезд и на нем доедть туда-то. Он никогда не видел поезда, приехал на станцию, купил билет, посмотрел. Сел, видит длинная комната со скамейками, выбрал место, ждет. Смотри, громкий звук, все, двигаются колеса. Сказал, что до комнаты поехала, увидел в соседний вагон то же самое, что заставляет мчаться там. И ему говорят, пойми, они сами едут, впереди паровоз, там двигатель, он тащит все остальное. Паровоз, говорит, чудесный, сам едет. Он говорит, нет, там сидит машинист, в руках руль, под ногами педали. Он высунул голову, паровоз увидел машиниста, кричит, эй, там кто-то есть. Ему говорят, никто. Не отвечает, понятно. И он говорит, все, паровоз сам едет, за ним все, и понятно, тут гудок раздается, и поезд остановился. И тогда он понял, что есть машинист, направляющий движение поезда. Ты понял, сказал Раф, пока жизнь течет обычно, человеку очень тяжело, он думает, что все происходит само собой естественным образом. Но когда существует в жизни, раздаются предупреждающие гудки, начинают понимать, что водитель направляет наш путь. Происходит человеку в жизни всякие сложности, например, чтобы он, иначе бы он вообще сидел на диване и чесал бы себе пузо. Написано в нашей недельной главе, вы стоите сегодня перед Всевышним, мы стоим перед судом. Перед судом, который четко, понятно, правильно и честно взвесит наши заслуги при решении, чтобы вынести приговор на следующий год. И как говорится в нашем Макзоре, в сборнике молитв на этот день, Всевышний определяет, кому жизнь, кому смерть, это надо понять. В книге, посвященной жизни Рава Шоамовноха, ученик такой был великий Хафецхайма, приводится одна история короткая, случившаяся с учеником Ешивы во время гражданской войны в России. Молодого еврея поймали казаки, в одном местечке приговорили сразу к смерти за уклонение от службы у Красной Армии. Поставили к стенке, подкатили пулемет, нажали гашетку, что-то в ней заело. Полчаса провозили с пулеметом, он тем временем убежал. Домой он вернулся совсем седой. И выслушал Хафецхайм рассказ и говорит, слушайте, но если перед пулеметом мы сидеем от страха, так что же должно происходить, когда мы стоим перед страшным судом, на котором проверяются все наши поступки и помыслы, причем проверяют их те, кто видит, слышит, все знает, мы ничего сказать не можем. Поэтому надо срочно брать себя за голову, еще очень важно в этом месяце, самое важное, наверное, это отношение к окружающим, поскольку есть важное правило. В общем, как ведет себя человек с другими, вот особенно, творец ведет себя с ним. И перед Рушишиной это мега важно, да, чтобы творец проявил к нам милосердие, потому что мы должны, мы заинтересованы, и мы должны быть милосердны к другим. Это последний месяц года, подобно тому, как бизнесмен в конце года проводит переучет своего бизнеса, так и все люди должны в конце года провести переучет своих поступков, должны записать свои дела совершенно, задуматься, что укрепить, что исправить, чем спастись на этом суде. Тогда все будет хорошо, оно должно быть хорошо, потому что наверху любящий отец, это наш судья. Брахава Цнаха.